На Ямале дан старт в военно-спортивной игре «Зарница». Лабытнанские школьники одними из первых приняли эстафету. Состязательной площадкой для мальчишек и девчонок в возрасте 12-13 лет стал открытый стадион «Арктика». Школьным командам предстояло проявить силу и выносливость на этапе «Готов к труду и обороне», а также тактические навыки ведения боя в игре «Лазертак». Подробности первого состязательного дня расскажет Светлана Кель. Сегодня прекрасный день, отличный стадион. И сегодня мы с вами даем старт детской и юношеской военно-патриотической игре «Зарница». Я желаю вам всем удачи, отличного настроения и пусть победит сильнейшая команда. Для лабытнанских школьников физическая активность – норма жизни. Тем не менее, им предстояло выложиться на все 100. Ориентир на победу взяла каждая из пяти команд. Первый этап – «Готов к труду и обороне». Сначала я готовился только к лазертаку и бегу, но придется и отжиматься. Так что я готов. Юные легкоатлеты, сильные духом. Дистанция в один километр покорилась всем без исключения. Лучшую физподготовку и командный результат на беговой дорожке показали спортсмены пятой школы. «Колени не сгибаем. Пусть и вместе. Спокойно, пусть идет. Раз, два, три. Тиксируешь, останавливаешь. Только после этого две секунды минимум должен держать хотя бы». На каждом из четырех спортивных островках ребята сдавали нормативы комплекса силы и мужества. Наклон вперед из положения стоя, подтягивания на высокой перекладине для мальчиков. Для девочек – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Результат Фаридера за Манбетовой 21 раз. Бесспорное золото. Хотя для юной лучницы он непредельный. Ее личный рекорд – 40 отжиманий. «Для меня спорт – это жизнь. Во-первых. Во-вторых, не курить, не пить и заниматься так вот хорошо». «Очень хочется сдать все нормативы на отлично и поскорее поиграть в лазертак». «Вы будете расходиться по разным сторонам поля. На поле соревновательного боя встретились команды первой и третьей школ. Задача – захватить знамя соперника. Те, в свою очередь, должны его отстоять. У каждого бойца, а в команде их семь, есть право на ошибку. По правилам игры допускается три поражения. Их фиксируют специальные датчики на голове. Осторожность и внимательность на поле приветствуются. Но все же главное здесь – грамотная тактика ведения боя». «Пытался убить больше, ну, вывести из игры больше противников, а потом флаг захватить». «Во-первых, это был страх, потому что как бы страшно. Не знаешь, как команда поведет. Как бы у нас была тактика. У нас была тактика. Боялись, что кто-то не придержится. Но в итоге все получилось, как мы и хотели». «Зарница-2020» в Лабытнанге пройдет с размахом. Это был только первый день и его первых два этапа. Организаторы игры «Молодежный центр» уверяют – дальше будет сложнее и интереснее. Спортивный сценарий «Зарница» состоит из восьми военно-патриотических глав. «В будущем их ждет еще шесть этапов, среди которых, конечно же, будет стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова. Ребята научатся управлять дроном, научатся ориентироваться на местности». Участники игры уже в предвкушении следующей встречи. Первый состязательный день определил лидеров первых двух этапов. Сильнее духом и телом оказались спортсмены пятой и восьмой школ. Команду поделили между собой лавры первенства. А вот на поле «Лазер боя» бесспорным лидером стала сборная третьей школы.